приветствую каждого игрока от овощи до статист на моем канале с вами зав и сегодня мы немножко поговорим о вы за эти 112 2 почему потому что в магазине wargaming game center это важно именно wargaming game center запомните значит появился танк за семь с половиной тысяч золота если говорить о нем кратко то танк в принципе неплох даже с учетом того что он стоит семь с половиной тысяч золота некоторые скажут ну типа семь с половиной тысяч долл для него многовато по большому счету я соглашусь но нынче нынче это типа нормальная цена то есть вот в полном обвесе адекватный ценник на танк должен быть примерно семь с половиной тысяч когда-то в свое время я крайслера примерно за ту же сумму брал вы за 112 2 я не помню откуда я получил но откуда у меня есть я знаю что на него был относительно недавно ивент там на китайский новый год по моему или что-то такое в общем можно было получить m41 d или vz 112 2 ну и для совсем упоротых можно было получить оба танчика там нужно было очень много побеждать для того чтобы получить оба танчика я настоятельно рекомендовал всем получить vz 112 2 но большинство получало m41 d ничего с этим не поделать я в принципе сам получил m41 d но у меня просто в z 112 2 уже был а вот м41 d на тот момент у меня еще конечно не было ладно давайте по набору немножко пройдемся собери их все две штуки положили ну то есть условно это у нас 1000 золота то есть уже набор стоит 6 500 с учетом этих контейнеров плюс легендарный камуфляж а это обвес пардон вот камуфляж небесные вот обвес панцирь и остальное мишура остальное в принципе не интересно в легендарном камуфляже и в обвесе он выглядит очень даже неплохо у меня к сожалению без легендарного камуфляжа поэтому его полную красоту я вам показать не могу но поверьте в легендарном камуфляже он выглядит достаточно красиво хорошо давайте посмотрим на компенсацию 2 миллиона 900 тысяч и плюс компенсации за обвесы за камуфляж тоже серебре к сожалению все в серебре хорошо давайте посмотрим были ли более интересные предложения по этому танку значит от 27 августа 2021 года до 7 с половиной тысяч у нас был vz плюс в обвес плюс камуфляж но без контейнеров то есть в принципе предложение стало дешевле грубо говоря да и вот еще 21 января 2021 года тоже предложение за 7 с половиной тысяч золото опять-таки есть камуфляж есть обвес но нету каких-то дополнительных приколюшек то есть в принципе в принципе то предложение которое мы имеем сегодня оно вкусно хотя многие со мной не согласятся опять-таки скажут пять тысяч пять пятьсот вот это нормально за этот танк ну тут я с вами не склонен не согласиться ну как бы естественно я хочу чтобы он был дешевле естественно я бы рад был бы чтобы он стоил дешевле но но танк хороший поэтому в принципе 7 с половиной тысяч за него отдать будет ну не такой уж большой ошибкой если это вообще можно назвать ошибкой ладно сейчас выкатим его и посмотрим что же у нас из этого всего получится а то я вот тут нахваливаю а сейчас возьмем просто сольемся попытаемся сделать максимально максимально все грамотно блин с карты нам конечно не повезло если сейчас рвануть все в два направления ну то есть кто-то на c кто-то на а все жопа стопроцентная жопа если с бэк нам никто не будет светить а я смотрю никто особо не собирается светить вот должен m41 d был поехать на b все м41 d не поехал на б значит уже жопа значит будет сейчас тяжко сейчас вот смотрите у них свои грамотный свой поехал начал просвечивать эту сторону то есть сейчас если я его не шугану а чтобы не его шугануть мне нужно свестись как вы понимаете это все-таки и соподобный тяж до альфа 400 все вытекающие дела из этого имеются то есть вытекающие дела из деструктора хреновая точность хреновое сведение разброс альфы неимоверный но тем не менее танк в принципе неплох но вот я то о чем я и говорил сюда оказывается еще тигр 2 приехал с тигром 2 будет тяжеловато туда тут не мудрено и опять-таки точности видите немножко но не хватает о тут еще и в зет оказывается нифига себе таких друзей сюда занесло но мы прям в поле брони попали конкретнейшие против из это сражаться и против тигра второго но это нужно быть очень серьезной машины очень серьезной машины может к льву лучше съездить поэтому 53 тп морковского пардон ну-ка давай выкатывайся ты меня запалил да блин я в такую мусю пусть ни хрена себе точность вот это я понимаю вот это хорошо так из 3 тут что-то пытается доказать этим парням но это зря конечно из 3 ты еще менее бронированный как чем я а пытаешься выкатиться на такие два танка ну точности как я и говорил не хватает конечно то есть то что мы попали там в морковского это прям какие-то превратности судьбы у нас окружают а вот и лев вот и господин лев боюсь меня никто здесь не спасет ладно будем надеяться на наше бронирование и немножечко на удачу потому что удача нам здесь конечно понадобится удачно не хватило не смог я его не подзакрутить не пробить ничего вот смотрите качет танкуем приятно приятно пытаюсь разобрать только морковку потому что на две цели смысла распыляться нет хотя бы если морковского заберу уже будет неплохо но как танкует как танкует этот тяж все меня к сожалению убили но опять таки моя команда сюда в основном не поехала в основном моя команда была где-то с другой стороны я пытался максимально долго прожить ну старался по крайней мере долго прожить если бы немножко больше помощи оказали мне мои союзники но хотя из 3 слился быстро шкода слилась быстро хелсинг приехал там уже в последний момент вообще хелсингу не стоило бы туда ехать конечно да хелсинг зря туда поехал блин остались такие тяжики тигр 2 лев наши все-таки затащили с горем пополам с точками но все-таки затащили 2000 урона но тут самое главное что мы показали немножечко его бронирование то есть конечно по дпм он не такти 53000 кредитов давайте посмотрим ну второе место мы заняли я считаю что танк справился со своей задачей а именно со сдерживанием урона на все 5 баллов из 5 конечно не ну действительно мы очень очень неплохо держались давайте посмотрим на этот тяж уже через табличку по дпм у 2000 дпм это грустно конечно это грустно 215 миллиметров бронепробитие ну на самом деле этого бронепробития нам хватает 215 это не так уж и плохо 400 альфы стандартная альфа для исподобных тяжиков хотя есть у нас и исключения но о них позже перезарядка конечно же долговатая почти 12 секунд сведение разброс вас не порадует однозначно потому что посмотрите на эти цифры и 6 градусов у воинов это тоже говно на ходу стрелять тоже невозможно так что даже можно не пробовать скорость 42 километра в час это неплохо для исподобных тяжей это очень даже неплохо 20 назад это тоже очень неплохо я бы даже сказал что у этого танка с подвижностью все более или менее нормально если бы неэффективная удельная мощность 9 6 лошадей на тонну но это такое себе если бы у него было там допустим 12 лошадей на тонну как у того же тайпа 57 тогда бы никаких претензий к нему не было но увы нему лошадей не накинули 175 коэффициент нас доходности то есть пармить на этом аппарате можно 57 с половиной процентов побед это очень неплохой процент побед с учетом того какие проценты побед у других из подобных тяжей примерно той же консистенции но у нас есть более эффективные тяжи сейчас есть допустим тот же объект 252 он сейчас немножко потерял в актуальности не знаю по какой причине может из-за большой распространенности может еще по какой-то причине но тем не менее ему сейчас хуже нежели допустим тому же vz 112 2 шкода т-56 очень неплохо себя чувствует этап 57 который нынче продается тоже очень неплохо себя показывает у них отличительной чертой является увы ны то есть если бы этих у венов не было то это были бы стандартные и соподобные тяжи но нет им дали у вены и поэтому они играются немножко по-другому немножко лучше но по броне они как бы не сильно отстают хотя на тайпа 57 мне очень многие жаловали что у него брони на самом деле не хватает по поводу брони башня практически никуда не пробивается есть вот эти ушки но их тоже не пробить практически то есть тут 200 с копейками миллиметров тут еще нужно попасть да когда вы вот так вот наклоняетесь как это сделал я в последнем бою то естественно вот этот кусочек он становится ну более или менее серым 200 с копейками миллиметров это сюда не все стреляют потому что ну как бы думают а там скос туда не стоит стрелять все пытаются выцелить вашу нлд-шку а я надежно у вас на самом деле 90 миллиметров и когда я вот так вот сделал смотрите 300 с копейками миллиметров то есть если вы будете немножко жопу поднимать все сюда не пробьют вообще никак вообще никак в прямой проекции пробить можно тут 200 миллиметров получается это это достаточно жирно какие-нибудь стряжки вас точно не пробьют ну с плохим бронепробитием естественно vld 254 миллиметра под очень неплохим углом 140 миллиметровый бронелист ой хорошенько танкует этот танк хорошенько даже если вы жопу немножко приподнимите тут конечно уже получается 220 миллиметров но тем не менее сюда практически не будут пробивать еще если вы немножко довернете допустим вот как-нибудь так тут уже 230 миллиметров и вообще хрен сюда кто пробьет борт борт 100 миллиметров борт космический ну то есть его не пробить реально не пробить 85 миллиметров вот эта верхняя плашка бортом можно танковать практически все что угодно до кого угодно и где угодно и как угодно плюс есть фальшборд который в принципе тоже неплохо защищает там 16 миллиметров если сюда фальшборд стреляет то это стопроцентное съедание снаряда никто не пробьет сзади мы не картон 60 миллиметров фугасами сюда не прострелить и естественно сюда заходят только бы бэшки ну и бы бэшками да вполне запенетрируете этого парня сзади то есть круговая броня у этого парня очень очень неплохая вы видели меня даже в борт несколько раз не прострелили а все почему потому что они стреляли вот в эти экранчики и естественно за экранчиками ждала очень очень не хреновая броня так что да он танкует он очень хорошо танкует окей ладно в первом бою мы победили с горем пополам пускай не моими силами давайте посмотрим что же мы сможем сделать во втором бою хотя бы не сказал что мы плохо стреляли все-таки несколько таких полуподкрученных выстрелов у нас было да вспоминаю тот же выстрел по морковке да хорошо давайте посмотрим что же мы в этом бою сможем сделать блин мы попали против девяток у них еще и взводецкий химера плюс 377 еще и с рангами с рангами понимаете серьезные ребята у нас посмотрите т69 без ранга ст1 без ранга объект 84 без ранга хари без ранга это в то время когда все мы выдали ранги то есть я чувствую что наша команда немножечко слабее если это можно так назвать да ладно попробуем на тт направление сушите не попробуем на тт направление съездить я короче здесь один вот я сейчас полную херню делаю на самом деле если у них там птшки уже приехали если они уже стоят на позиции то сейчас я таких звездюлей отхвачу ух блин нет повезло повезло у них птшки сюда почему-то не поехали это странно конечно ну то что я сделал сейчас это вообще непозволительная роскошь такой пируэт делать вообще никому никак не рекомендую давайте я заедем наверное с этой стороны и попробуем перекатиться к точке c потому что у нас все все союзники на c то есть если бы я поехал туда один не там допустим не встретилось бы какой-нибудь сопротивление то опять бы я откис просто тупо откис хотя сейчас мы можем просто не успеть на перебранку ну попробуем попробуем в любом случае слушайте это очень интересно у них все все тоже поехали на эту сторону нахереть вот это раскатка вот это непонятная раскатка объект ну давай как-нибудь ты не будешь переграждать не путь стрельни вон лучше по этому пару хорош так сейчас 50 тп бы танкануть как-нибудь у меня не видит походу или видит нашел нашел куда пробить я просто тоже не видел из-за того что объект 84 здесь так встал поехали к пт поехали к пт почему бы и сушку нам не разнести с еще раз он выкатится а нет не выкатится он оттуда меня не прострелят и сушку и сушку этот и сушки избавиться было бы вообще круто оу тут т77 ну конечно ну конечно оу тут еще и химера оказывается перекатилась нифига себе вот это неожиданно было конечно сейчас там еще и сухов так от химеры избавились уже неплохо ну как бы вертуханчики у нас залетают пускай не всегда но но залетают у сушка да что же вы все как мухи то на говно на меня налетели только я поехал в эту сторону сразу же куча врагов нарисовалась этой стороны которые только и жаждут меня убить хорошо первый шотик танканули второй не танканули второй он голдой уже лупил второй тут и не мудрено от меня не уедешь друг по крайней мере не сейчас хорошо вот это я понимаю взаимовыручка так ну давайте попробуем почти но танканули парня уже тоже неплохо объект радуешь так ну и все поехали тогда поехали за и сушкой сейчас и сушку снимем а там останется один лтшник ну с лтшником как-нибудь наверно с горем пополам разберемся хваленая точность вот иногда она прям подводит иногда она прям конкретно подводит ничего у меня пробить так не должен не есть есть ну вот в общем такой вот аппарат то есть что-то где-то танкует как-то там может подзатащить где-то там может что-то подстрелять вроде тоже в опасной ситуации оказались не каждый танк так выжить может 1922 урона 800 с копейками танканули 56 тысяч кредитов и ну мы естественно не первое место заняли но хари конечно красава ну тут прям слов нету если бы не хари на самом деле мы вряд ли затащили то есть у них команда играла явно более агрессивно более слаженно и как-то у них лучше получалось 377 который меня не пробил 52 процента имеет то есть видите как бы броня раляет даже на зелененьких игроков а это радует окей окей что же я могу сказать по поводу этого танка танк неплохо за семь с половиной тысяч конечно его взять стоит действительно стоит но потому что он играется он играется то есть если вы его возьмете это опять-таки не будет ошибкой в какой-то веке я могу порекомендовать хоть один аппарат да на восьмом уровне естественно много аппаратов которые будут лучше него допустим тот же эмиль 951 акула химера там чифтейн в принципе наверное его разложат хотя тут не факт тут еще все зависит от умения игрока брони у него слава богу хватает и за счет этой брони он играется вполне себе неплохо дано стрелять на нем сложно ну и поэтому фармить на нем будет конечно сложнее чем на многие других аппаратах но тем не менее аппарат очень неплох покупая его за семь с половиной тысяч вы берете надежный достаточно бронированный танк который вытащит вам не один бой за счет его брони другое дело что нужно немножко уметь танковать на нем то есть иногда чуть-чуть жопу приподнять иногда как-то от угла там довернуть стараться подставлять свои фальшборта вот эти вот вот огромные фальшборта если вам фальшборта стреляют то это практически стопроцентное непробитие так что когда вы их доворачиваете и когда вы их подставляете вы делаете все правильно можете еще как-то пытаться вообще просто бортиком довернуть в принципе у него борт очень неплохо танкует то есть если вы борт будете подставлять это даже ошибкой не будет, потому что борт действительно танкует чуть ли не лучше, чем НЛДшка. НЛДшку подставлять, конечно, не стоит. Опять-таки, пытайтесь приподнять задницу для того, чтобы танкануть еще больше. В шапку практически никто никогда ему не стреляет. Они у него там эти ушки, они маленькие, ну вот просто практически незаметные. Плюс они пробиваются еще не каждым выстрелом. Тут нужно еще прям попасть. В клинче, да, может быть, вас сюда будут пробивать, но без клинча конечно нет. В клинче, кстати, он тоже неплохо играется. Единственное, что против каких-нибудь высоких танков с хорошими УВНами он не справляется. Ну, опять-таки, приведенка кончается, его пробивают. Но по большому счету танкует знатно. Ну и опять-таки, если вы не чураетесь ИС-подобных тяжей, потому что каждый выстрел это лотерея. Попадет или не попадет, пробьет или не пробьет, ну, блин, да, у ИС-подобных тяжей это встречается сплошь и рядом. Если вас эта лотерея устраивает, то танк вас точно не разочарует. Ну, а тем временем вы можете подписаться на канал, поставить лайк этому видео, ну и перейти в комментарии, для того, чтобы написать ваше мнение по поводу ВЗ-112-2. Как вы считаете, действительно ли этот танк хорошо танкует? Вот, если, допустим, про Тайпа 57-го я действительно точно не знаю, хорошо ли он танкует или плохо, на цифрах все вроде как хорошо, то этот парень танкует знатно. Его точно можно брать, потому что на нем я отъездил очень-очень немало боев. И тут уже 100% можно доверять моему мнению. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока.